Доктора помогают скорректировать нагрузки Вовремя заметить негативные изменения, не допустить перетренированности и поддержать организм с помощью препаратов Витамины, конечно, никто не отменял Это основные компоненты, которые включаются в наш тренировочный цикл Их можно пить от полутора до трех месяцев Но, естественно, что детям меньше 12 лет мы с ограничением даем витаминки Применять их необходимо строго по инструкции, не превышая допустимую дозу Полезные вещества можно также получить из отвара шиповника, продуктов пчеловодства, с которыми нужно быть аккуратными тем, кто склонен к аллергии, лимонника Последние относятся к группе адаптогенов Они помогают восстанавливаться после соревнований и справляться с высокими нагрузками Мы даем еще и адаптогены, желательно растительного происхождения или животного Например, это женьшень или отарокок Раньше мы брали пантогематоген, если он был, потом пантеморалы и так далее Кроме того, в медикаментозный рацион спортсмена входят пищевые добавки, вроде дегидрокварцитина или лавиакарда Препараты, успокаивающие нервную систему, такие как глицин, и восстанавливающие функцию печени То есть это все-таки препараты лучше растительного происхождения, это препараты гепатопротектора Но мы в последнее время применяем в своей практике ЛИФ-52 Это набор трав, который способствует восстановлению функции гепатоцитов Во время подготовки к соревнованиям и в день самого турнира особое внимание занимают энергетики Не те, которые стоят на полке с газировкой, а рекомендованные медиками, например, глюкоза Но перед применением любого средства спортсмену рекомендовано проверить, не входит ли оно в список запрещенных Сделать это можно на сайте РУСАДА, а также обязательно проконсультироваться с врачом Любые препараты, о которых я сказала, они только по рекомендациям спортивного врача В первую очередь адаптогены, если у ребенка есть противопоказания, допустим, склонность к вегетососудистой дистонии То есть все это очень-очень осторожно То есть вот так вот огульно применять все подряд, весь этот список нежелательно Кроме этого, каждому спортсмену следует помнить, волшебной таблетки для победы не существуют И работать препараты будут только в сочетании с грамотными тренировками, правильным режимом дня и сбалансированным питанием Субтитры создавал DimaTorzok